В деле по захвату заложников в отделении Каспи-банка поставлена точка. Сегодня в столичном суде огласили приговор Алихану Мурадову, совершившему нападение на банк в июне этого года. Со всеми подробностями суда Саяна Санакава сейчас с нами на связи. Саяна, так сколько получил Мурадов за захват заложников? Дмитрий Алихан Мурадов пробудет за решеткой 7,5 лет. Его осудили по 261 статье Уголовного кодекса. Захват заложников с применением оружия. Ранее прокуроры запрашивали для него 8 лет лишения свободы. К слову, Мурадов получил буквально минимальный срок, поскольку по этой статье предусмотрено заключение от 7 до 12 лет. Судья пояснил, что на такое решение повлияли некоторые смягчающие обстоятельства. Вы сами признали полностью свою вину, раскаялись с содеянным. Суд это учитывает как смягчающие вину обстоятельства. Также по делу допросные потерпевшие свидетели были исследованы видеозаписи самого процесса взятия заложников. Поэтому суд считает, что ваша вина полностью доказана по этому делу. Понятно, да? Теперь, значит, ну, вообще наказание по этому делу, по этому преступлению предусмотрено от 7 до 12 лет. Ну, с учетом смягчающих обстоятельств, суд считал, что необходимо назнать вам 7 лет 6 месяцев лишения свободы. Помимо лишения свободы, Мурадов еще должен заплатить почти 160 тысяч тенге. 90 затраты на судебные экспертизы и 69 тысяч – фонд компенсации потерпевших. Впрочем, сам Мурадов свою вину признал полностью еще на прошлом заседании суда. И, как стало понятно после краткого диалога, решением он доволен. Отмечу, что прошлое заседание суда было намного интереснее. Тогда выяснилось много удивительных фактов. Например, то, что взрывного устройства у Мурадова не было. Это была зарядка телефона и вейп, обмотанный в изоленту. А из оружия у осужденного был нож и пистолет-зажигалка, то есть муляж. Дмитрий, там же стало известно, что захват заложников должен был произойти днем ранее. Не 18 июня, а 17. Но тогда Мурадова от этой попытки отвлекла кражу телефона.